А мы с тобой этот паркет заберем? Да, заберем. Я помню. Тебя же не тревожит, да? Ну что, мы продолжаем. Да, уже включил. Ужас какой. А я хотел рассказать, что когда без камеры все-таки расслаблены, как камера включается, такие, оп, просто спина упрямляется. Оставь, я потом дай я. У нас тут за кадром зритель появился. Чудо. Сейчас будет это. А что будет? Что хочешь, то и делай, да, у нас все же? Откуда мы знаем, что будет? Нет, что хочешь, то и делай, но в рамках стратегической линии. Ну знаешь, какой-то смех-то добавляют, там, ха-ха-ха. Итак, мы рассказываем о наших впечатлениях о путешествии, о турне по югу России. Значит, мы рассказали в первой части, это была остановка у нас в село Слобода. А дальше мы двинулись в Таган-Рога. Да. Мягко, надо говорить. Влад расскажет сейчас. Я сейчас расскажу, да, скажем, Александр нас принял, все, и говорит, у вас будет экскурсия. Мы такие, ну, экскурсия, здорово. И тут такой Игорь появился, такой сказочный персонаж. И так он хорошо нам провел всю эту экскурсию. Мы просто не красотами, а больше экскурсоводом наслаждались, скажем так. То есть, великолепно все. И самое главное, он говорит, я ехал в Москву, там годовщина Таган-Рога была, да? Таган-Рога, вот я сейчас так скажу. И он говорит, мне хотелось ведущего, говорит, придушить, потому что Таган-Рога. И мы о чем говорим? Что я практикую экидо, роман зудо, и как надо мимикрировать, чтобы сильно не выделяться. То есть, по малейшим словесным, свой чужое оповещение идет. И мы теперь по этому засремниваем Таган-Рога, чтобы не травмировать чувства жителей. У нас была остановка в Таган-Роге, но я буду пытаться выговаривать, конечно, не совсем точно. Клуб Джудо Тайм, руководитель клуба Александр Людменицкий. Но я был в этом клубе уже не первый раз. А вся наша остальная компания, кроме моей дочери, были в первый раз. Встретили, как вас сказал, чудесно. Чудесно. Мы провели там урок. Мы не проводили урок в селе Слобода, а вот уже в Таган-Роге у нас был урок. А, мы проводили там урок, но немножко теоретический. Нет, практически. А в Таган-Роге четко уже была у нас такая практика. И было очень интересно. Почему? Потому что, вообще хочу сказать о той программе, которую мы туда включили. Она достаточно неординарна. То есть, мы включили так называемые ката, или комплексы упражнений. Из дзюдо – это дзюно-ката, из акидо – это техника сувари-вадзада, передвижения. И Андрей Гулай, наш соплеменник, так сказать, он показывал некие модификации техник дзюдо, которые он применяет ввиду своих каких-то ограничений подвижности суставов. И вот такой формат преподавания, он был впервые озвучен. И хочу дополнить вклады, что, то есть, вот его слова сказать, что наша задача не была никого ничему научить. А мы просто представляли свой опыт, да, свои вот эти инструменты для того, чтобы, возможно, кто-то схватит их и попытается применять свои, значит, или тренерской, или... Ну, да, научить чемпионов мира, да, это слишком что-то вызывающее. Ну, разные же были у нас ребята. Были кто-то уже такие и достаточно опытные. Ну, допустим, в Таганроге были разные ребята и тренерский коллектив был. Вот. Но я думаю, что тоже очень было хорошо принято. Дети, хотя многим было немножко трудновато, но дети хорошо восприняли. У них глаза так видно было, что зажглись энтузиазмом. Ну, я так думаю, что, знаете, как в любом случае приезд каких-либо делегаций всегда интересен. Еще как настоят людей. О, из Москвы приедут, да? Ну, да, такое. А что покажут? И какие-то... Что-то покажут. Странные такие слова, да, назвать там какие-то. Суваревадзе. Суваревадзе. Суваревадзе там какие-то. Ругательства какие-то. И это было так достаточно интересно. Что касается того, получилось ли еще раз у этих ребят что-то от нас взять или нет, ну, это покажет время. Да. Ну, вот я что хотел отметить, скажем так. Что для нас, допустим, Суваревадзе двигаться, ну, это перемещение на коленях, там, 25 лет передвигаемся, для нас уже как это, естественный процесс. А для ребят это было что-то такое в диковинку. Вот это меня вот удивило, скажем так, что... Ну, это общая тенденция. Потом вот там в Майкопе нам сказал один тренер, ну, не один тренер, назову его, Салим Бастон, он сказал, что бывает так, где-то перескакиваем. Перескакиваем некоторые этапы. Ну, не перескакиваем, там, как, зачет, наверное, просто. Ну, как... Нет, перескакиваем, даже не углубляясь, как бы, в это. То есть, есть задача другая, да, и какие-то вот эти ступеньки перепрыгиваем. А может быть, вот эта ступенька тоже. Мы, как бы, вот, может быть, и были вот теми некими перепрыгнутыми ступеньками. Вот так, я так предполагаю. Вот, поэтому Таганрог вообще очень мы благодарны за прием. Александру Людвиницкому вообще такой теплый, все не ожидали. И по размещению, и по экскурсии шикарнейший. Никогда бы не думал, что стою на берегу начала Атлантического океана. Это что перед вами? А мы стоим на берегу Таганрогского залива. Таганрогский залив. Хорошо. А Таганрогский залив чего? Ну, там, Азовского моря. А Азовское море впадает куда? Там, в Черное море. А Черное море? Там, в Средиземное море. А Средиземное море, это куда там? Да никуда. В Атлантический океан. А значит, где мы стоим? В начале Атлантического океана. То есть, развел нас как-то на уши подсеркнул. Ну, логически он прав. Что, цепочку-то разложил, и мы такие все, о, Атлантик. Практически как на побережье Португалии. А там такой еще был. Раз это, как это, изюминка, да, там, Таганрогская? А, это не, 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 Таганрогская твороженка. Твороженка, да. И такая, раз и надо пролезть сквозь это. Я не смог. Скульптуры были в парке. И одна из скульптур, так сказать, она эталон, эталон, ну, как бы, человеческого тела, ну, в виде, как бы, для женщины. С изгибом. Такая, с изгибом. И, значит, та девушка или человек, который сможет пройти, значит, он, как бы, если девушка, то это, как бы, вот, твороженка. То есть, она вот такая нежная, обаятельная, гибкая, потому что там надо вот так и загнуться и так далее. У меня застрялось. Влад две попытки пытался сделать. Может, что? Лишь мог. Груз, груз лет, не смог ему позволить протиснуться, вот. Ну, девушки, которые с нами были, они протиснулись, Елизавета и Софья. Я протиснулся тоже. Я стал творожок. Вот, хотя, честно говоря, страх был такой. Думаю, а если застрянули, блин, как потом? Выдавили бы. Ногами. Андрей, Андрей, он не рискнул. Даже и пытаться не стал. И лесенку посмотрели, там, вот, мне понравилось. Лестница. Лестница, да, лестница. Как камень-то называется? Камень-то. И лесенце, интересно, ее некая такая была рассказана мифология. Ну, у нас там есть видео, тоже там рассказывают. Нет смысла повторяться. Нет смысла пересказывать. Но сам посыл просто я скажу, что, типа, такое, как бы, там, зачем мне что-то делать? Так, не буду пересказывать. А то могу видоизменить. Хорошо. Обращайтесь всегда к первоисточнику. Лучше к первоисточнику. К Игорю. К Игорю. Игорь просто это шедевр Таганрога. А, мы посетили еще дом Фаины Раневской, где она жила, но где не жила, и что это даже не Фаина и не Раневская. Потом посетили домик Чехова Антона Павловича, где он родился и прожил первые годы своей жизни. Посетили... Ну, не рассказывай все. Ну, я просто... А там видео потом будет уже внутри. Посетили келью святого Павла Таганрогского. Тоже интересное такое место. И один храм посетили. Там посмотрели тоже. Колокол побили такой огромный. Вот. Который был это... Ну, вообще... А скажу так, что... Памятники посмотрели. Памятники, да. Петру. Памятник интересный. Вот. Тоже история про этот памятник есть там. Что там был Путин на этом памятнике и спрыгнул. Да. А все чиновники не спрыгнули? И пошли по ступенькам. Пошли по ступенькам. Нет, мы прыгать не будем. Мы пошли по ступенькам. Да. Вот. Это был город Таганрог. Еще раз большое спасибо. Аплодисменты всем, всем, всем. И педагогическому коллективу, и воспитанникам, и родителям, кто был. И Александру Ледвиницкому, и Игорю. И, кстати, тому человеку, где мы разместились, чей этот дом, это... Гостиница, да? Это не гостиница, это гостевой дом священника местного. Вот. Тоже. Я не помню, как его зовут. Вот. Ну, тоже ему большое спасибо. Вот. Если он вдруг увидит наше видео. За то, что мы там хорошо... спали и восстанавливались. Вот. Мы прерываемся, потому что мы под следующим отрывки мы расскажем о... Плазовском. Нет. Город Анапа. Фу. Анапа. Так что мы сейчас пойдем попаримся. А ты сейчас показывал, да? Да, сейчас.